Ну что, Гетсби, настал День Икс? Сегодня у нас что с тобой будет? Сегодня будет красивая стрижка для малыша. Впервые Гетсби поедет на груминг. Поехали стричься. Мы решили немножко прогуляться перед грумингом, потому что, насколько я знаю, стричь его будет в течение четырех часов. Поэтому нужно, чтобы малыш немножечко погулял. Мы уже сели в машину и готовы к нашей долгой дороге. Я надеюсь, с малышом все будет хорошо. Гетсби, тебя не будет тошнить. Ты уже большая собака. Он когда был маленький, его частенько тошнило. Сейчас вроде бы все нормально, а уже такого нет. Так что поехали. А мы толкаемся в пробках. Да, Гетсби? Скажи, без пробок никуда не доехать в этой Москве. Мы едем всего лишь 20 минут, а Гетсби уже устал и спать хочет. Да, мой маленький? Скоро приедем. Пока Гетсби на стрижке, мы зашли в зоомагазин и увидели здесь вот таких шприцов. Один очень большой, другой, другой маленький. Я нашла там вот такие ботиночки. У них резиновая подошва круглая. Вот такая фирма. Размер я выбрала второй. Зоомагазин называется 4 лап. В Москве их очень много. Дома обязательно их померяем. Я вам потом расскажу. как они подошли или нет. Что мне понравилось здесь, это вот такая резиновая подошва. Потому что на предыдущих ботинках у нас подошвы сделаны из ткани. Они постоянно промокают. Здесь тоже такая липучка. Надеюсь, что они ему подойдут. Мы вернулись с груминга. Вот так вот выглядит малыш. Посмотрите, какой он весь аккуратненький, опрятненький. Вот такие лапки и мордочка и ушки. Так нам все хорошо подстригли. Я даже не знаю, как вам показать. О груминге будет обязательно отдельное видео. Я вам расскажу, где я это делала. Какие советы по уходу за шерстью мне дали. Но я вам могу сказать, что он стал легче, наверное, на полкилограмма. Из него вычесали все-все-все, что вот здесь вот было внутри у нас подшерстки лишнего. Мне сказали, что я до конца его не прочесываю. И порекомендовали купить другую расчесочку гребень. Тоже я уже ее заказала. Обязательно вам покажу. Посмотрите, какие лапки ровненькие. Какая мордочка, ушки. Вообще вот просто это моя любовь. Мы настолько хорошо их подстригли. Ну а сейчас мы будем с Гетсби читать поздравления, которые вы прислали нам в группу ВКонтакте. Сообщений очень много. Есть и классные фотки, и всякие коллажи. Да, Гетсби, ты вот так вот лежи и внимательно слушай, что тебе будет читать твоя хозяйка. Ты понял меня? Мы маленькие. Я хочу поздравить питомца. Мы любим видео выигрыши. Ярый бренд. Первый питомца зовут Гетсби. Гетсби, с днем рождения. В день рождения, ярый, ярый. В день рождения. Гетсби, Гетсби, смотри какой рисунок нам прислала Камила. Он в точности повторяет комбинезон Гетц, бичлейку. Блин, так классно, большое тебе спасибо. Дорогая Яночка, мы поздравляем Гетц с днем рождения и желаем всего-всего самого лучшего. Главное, здоровье. Но все остальное, вы уже есть. Вы такая прекрасная хозяйка, как ты. Ты понял? И вообще, многие зрители, я думаю, очень тебе благодарны за то, что ты есть за твои видео, за твои советы. Потому что они настолько полезны и настолько ты искренний человек, что хочется смотреть твои видео снова и снова. Гетцби, смотри, какой калаш тебе сделали. Ух ты, даже кошечка держит надпись, написанная «С днем рождения, Гетцби». Большое-большое всем спасибо, нам очень приятно. Я купила несколько пирожных. А также зашла в другой магазин, который называется «Вкус Вилл» и купила там тортик. Смотрите, три вот такие вот барашки. Надеюсь, что они будут вкусные. У них такие веселые мордочки. Кстати, вон какие-то шарики отвалили. Сейчас мы попробуем. Во второй коробочке вот такая мышка. Этот десерт называется «Мус из маракуйи», по-моему. У нее, кстати, отвалилось одно ушко. Ай-яй-яй, как-то так вот нам положили. Не хватает одного ушка. И вообще у мышки даже нет хвостиков. Вот такой вкусный и красивый тортик я нашла. Кстати, в магазине «Фикс Прайс» я купила вот такие свечки. Гетцби, вообще-то это все для тебя. Ты понимаешь? Скажи, конечно, для меня. Сами все съедите, свечки задуйте. Да? А день рождения мой. А мне ничего не даете. В общем, сейчас хочу попробовать поставить их на тортик. Не знаю, вообще, вместятся они или нет. Торт не очень большой. А буквок как-то уж очень много. Так, давай будем втыкать свечки. Вот буковку «С» мы с тобой воткнули. Сейчас так вот будем попробовать. Смотри, какой тортик гетцби вкусный. Так. Но. Блин, с днем рождения. А рождение точно не поместится. Так, что-то у нас отвалилось от тортика. Как же нам вместить? Мы сейчас попробуем вот эти повыше поставить. Ой, какая вкуснотища. Так. А, наверное, надо с днем, наоборот, спереди. Блин. Я все неправильно сделала. С днем, наверное, нужно вот здесь вот поближе делать. Так. А рождение мы сделаем сзади и повыше. Так вот мы сможем все даже с тобой вместе. Так. А где буквы? А вот буквы «Д». 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 Так, короче, придется делать наклон. Тришко маленький торт хозяйка тебе купила, да, дедка? Скажи, не могла побольше купить, так что все вместилось. Вот. Так, а буква «И» у нас в чем-то в другую сторону. Вот так вот. И должна быть странно. Так. И вот так я выложила барашков и сюда положила мышку. Что там, тортик? Даже интересно посмотреть, что он будет делать. Лизнет он или не лизнет? Да. Вкусно. Ну что, лизнешь? Скажи, если ты сейчас хозяйку идешь куда-нибудь подальше, я найду, что делать с этим тортиком. Правда? Пока ты на меня смотришь, я буду себя вести как приличный мальчик. Да, скажи, я послушный, да? Я знаю, что мне это нельзя. И не буду ничего лизать. Другая бы собака непослушная. Уже набросилась давно на тортик, потому что он будет в таком расстоянии от него близком. Малыш, ну. А я тебе яблочко сейчас дам. Хочешь яблочко? Яблочко тебе можно. Правда? А торт скажи, вы сами ешьте. Пойдем, я тебе яблочко дам. Спрыгивай. Давай. Ты за них яблочко будешь? Пошли. Что ты взятешь своей балбичиной? Ну, очень хилая, как ты. Раз, два, три. Ты за них яблочкой. Субтитры подогнал «Симон»